Сегодня лидер одного из лучших в Европе театров отмечает юбилей. И трудно сказать, сколько из своих 75 лет Лев Додин отдал этому искусству. Судя по воспоминаниям одноклассника, театр рано вошел в жизнь юбиляра. Мы с ним играли сказку «Рыбаки и рыбки». И у нас были колоссальнейшие успехи. Как ни странно, мы с уважением относились к тому, что мы занимаемся чёсом на материале «Рыбака и рыбки» Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин не кажется случайным. Додин всегда брался за высокую литературу, чтобы разбираться в амбивалентной сути человека. Театральные сторожилы помнят кроткую, которую Додин поставил в БДТ с Олегом Борисовым. Вот этот вот жуткий контраст какой-то жалости, потом любви и вместе с тем жестокости. Вот этот вот клубок очень сложных психологических отношений, как вообще у Достоевского, и в частности в Кроткой, один из самых грандиозных спектаклей в его палитре. Додин вне конфессионален, но отношение человека с Богом, познание себя в Боге и Бога в себе, духовная неполноценность личности и общества в основе таких его репертуарных спектаклей, как «Повелитель мух», «Братья и сестры», «Бесы». И сам театр, который построил Додин, можно сравнить с общиной, которая коллективно исследует мир. И это постижение начинается со студенческой скамьи. Вдруг ты начинаешь с полуслова понимать то, что тебе предлагают, советуют, то, что тебе говорят, то, что другой человек, придя, ну, скажем, на репетицию, не поймет, каким бы он умным ни был. Какие-то, тут не в уме дело, тут какие-то связи родственные, языковые, иногда просто фонетические, вот мелкие образуются, чувственные, конечно, безусловно. Актеры Додина даже говорят по-другому. Они говорят не замысел, а сговор. У них нет антрактов, а есть только паузы. И они не репетируют, а пробуют. Слова, которые мы не употребляем, например, «прогон», это такое ощущение, что там нужно кого-то прогнать, и оно как бы никуда-то не вернется. И как-то действительно странно, что мы это как будто в нем есть какая-то небрежность. Мы пробуем, вот мы все щупаем, мы пробуем, задаем вопросы, начинаем во всем этом вместе разбираться. Мы как бы, каждый рассказывает свои мысли, Лев Абрамович слушает, он нас записывает, что как бы каждый сказал, что каждый думает, мы друг от друга питаемся. Эти пробы не заканчиваются с премьерой, и поэтому поставленные Додиным спектакли идут десятилетиями или возвращаются на сцену, обретая новые смыслы. Лев Абрамович из тех людей, кто постоянно анализирует даже то, что он уже вроде бы высказал и сформулировал иногда много-много лет назад. Артисты меняются, у них в биографии происходят разные события, радостные, печальные, и спектакли живут с нами, и это все, и наша жизнь личная тоже прорастает в эти спектакли, и делает их более живыми, насыщенными, богатыми. Однажды мастер заметил, спектакль – это продукт любви в самом высоком библейском смысле, и эту любовь чувствуют зрители даже на самых мрачных спектаклях Додина, поэтому театр Додина не оставляет равнодушным никого.